Всем привет, друзья, с вами Макси, и теперь, когда наконец-то все проплакались и отсеялась основная часть людей, я могу быть с вами еще более откровенным. Если кто-то из вас думал, что теперь я буду грустный, то мы сильно ошибались, просто потому что раньше я наигрывал радость во время видео, а потом по жизни ходил вот с таким вот лесом. Но сейчас все по-другому, сейчас я счастлив изнутри, и поэтому все только начинается. Нет, ну вы видели, что было в комментариях под прошлым видео? Сколько людей взбунтовалось, сколько было негатива, обзывательств, сколько людей сказали, что любили меня, а теперь... Как так, Макси? Ты был мне как брат? Что-то я сегодня не подрассчитал со временем, уже солнце заходит. Ладно, пойдемте в дом. Как я и сказал, поддержали меня единицы, ради которых я и буду продолжать. И знаете что? Я так этому рад, потому что если вы идете против толпы, и толпа вас не поддерживает, скорее всего, вы идете правильно. Потому что толпа идет за толпой. Толпа не думает сама. Она не ищет истины. Они делают так, как делают все. Когда Христос пришел на землю, исцелял сотни, тысячи людей, говорил людям о любви, говорил о том, что Бог любит вас, Он хочет вас спасти, что сделала с ним толпа? Она его распяла. А он, даже будучи на кресте, когда на его теле не осталось ни единого живого места, после всех унижений молился. Прости их, отец. Ибо не ведают они, что творят. Не слушайте толпу, родные. И важный момент. Я тоже всего лишь человек, и где-то могу ошибаться. Доверять полностью мы можем только Богу. Я хочу, чтобы если вы увидели, что где-то я свернул с пути, или говорю что-то не то, вы мне об этом написали. А понять это мы можем очень просто. Потому что у нас есть всего две главные заповеди. Это любить нашего Бога и любить людей. Поступать с ними так же, как мы хотели бы, чтобы поступали с нами. Все просто. Я ничего не хочу для себя. Я отказался от всех денег, популярности, от эгоизма. Мне плевать, что обо мне подумают. Я отдаю свою жизнь Богу, и я хочу стараться для вас. Я действительно впервые в жизни делаю для вас видео. От сердца. Я действительно хочу сообщить вам радостную весть о нашем Боге. Действительно хочу вам послужить. Действительно хочу каждого из вас на том конце экрана обнять и сказать. Брат, Бог тебя любит. А почти все, кто писал комментарии под прошлым видео, всего лишь эгоисты. Ведь они думают только о себе. Они кричат. Мне нравились твои видео. Вернись. Продолжай меня веселись. Сектант, я зачем подписывался? И лишь несколько человек сказали, что действительно за меня рады и все равно останутся. Ведь вы любили не меня. Нет. Вы любили тот образ Макси, который я для вас создал. А не меня настоящего. Вот он, я настоящий. Стою сейчас перед вами. И вы меня отвергаете. За что? За то, что я нашел свою истину. За то, что я нашел счастье. За то, что Бог открыл мне себя и сотворил в моей жизни такие чудеса. Опять же, напомню, это не значит, что у меня теперь вся жизнь будет медом намазана. И весь мир будет мне ковровую дорожку расстилать перед ногами. Нет. Все будет совсем наоборот. Мир вас отвергнет. Будет испытание. Но даже когда все будет совсем плохо, вы будете знать, что Бог рядом с вами. Вы будете счастливы. Вы будете знать, что Христос страдал еще сильнее. А ведь Он имел всю власть Отца и мог одним щелчком нас в порошок стереть. Но нет. Он так любил нас, что терпел. Вы будете знать, что у вас есть братья и сестры, которые всегда вас поддержат. Каждый. Каждый из тех, кого я повстречал в церкви. Каждый из них любит меня и готов поддержать в трудной ситуации больше, чем все друзья, что у меня были до этого. И вы будете знать, что вы уже бессмертны. Я уже бессмертен. После этой жизни мое существование не закончится. Тело смертно. Душа нет. Поэтому впереди все самое интересное. И я рад, что ты, брат или сестра, остались здесь со мной. Уверяю, вы остались здесь не просто так. И пока что я лью много воды. Пытаюсь нарисовать общую картину. Но вскоре я начну говорить понятнее и конкретнее. И знаете, что я не могу дать вам всего. Ведь это всего лишь видео. Я не могу ощутиться прямо сейчас рядом с вами и вместе помолиться, помочь почувствовать. Но я могу пытаться подталкивать вас, мотивировать. Ведь это очень просто. Просто возьмите и обратитесь к нему. Просто сядьте и помолитесь. Только не заученными молитвами, типа... Слава тебе, Боже наш, слава тебе! От сердца. Просто поговорите с ним. Он именно этого и хочет, чтобы вы были искренними. Он вас поймет. Если вы имеете в чем-то нужду, просто попросите его помощи. Только не воспринимайте Бога как волшебную палочку. Так, Господь, короче, хочу в четверти все пятерки и с Ленкой замутить. Вот тогда поверю, что ты есть. А не много ли ты хочешь, Максимка? Он вам ничего не должен. Но если вы помолитесь от сердца, искренне, взовете к нему. Бофф, пожалуйста, помоги мне. Он вам ответит. Я не знаю как, Святой Дух очень творческая личность, но когда он вам ответит, вы не будете сомневаться, что это от него. Так, опять я заговорился, ведь видео планировал совсем о другом. Во-первых, это начало моего пути. Первая часть, первая серия. И назвать этот путь я планировал что-то вроде «Дорога к Богу». Но потом подумал, что на английском это название будет звучать гораздо круче, и поэтому «Road to God». А потом понял, что подобное название уже есть, и все подумают, что это плагиат. А с другой стороны подумал, что мы находимся на Ютубе, и здесь заимствование друг у друга идеи – это нормальная практика. Поэтому так и оставим. Вот так вот я выглядел в начале моего пути, и сейчас я обращаюсь к Максиму из будущего. Здорово, Макс. А вы можете тем временем отследить почти что в режиме реального времени, как будет меняться моя жизнь, и как Христос будет проделывать надо мной свою работу. Не знаю, слышите вы меня или нет, но я устал стоять, и... Как я уже сказал, большинство из вас меня даже не знали, поэтому сегодня я хочу познакомиться с вами по-настоящему. Итак, привет, друг. Меня зовут Максим. Или Макси. Как вам будет угодно. И чтобы рассказать историю своей жизни, мне не хватит и ста видео, а чтобы передать все чувства, мне просто не хватит словарного запаса. Но я все же хочу очень кратко рассказать тебе о том, как она шла и как она привела меня в это самое место, на котором я сейчас рассказываю тебе о Боге. Ну а в конце этого видео я отвечу на несколько комментариев, и это будет на постоянной основе. Так что задавайте свои вопросы. Итак, я родился. Слишком рано. Короче. Еще со школьных времен, кстати, я был отличником, я уже задавался вопросами о том, откуда я появился и зачем я в этом мире. Почему у меня есть мысли, чувства, почему мое тело так гениально устроено, почему все в этом мире живет в гармонии и поддерживает друг друга, а разрушает только человек. Что такое бесконечность, откуда все могло взяться и так далее. Вариант учительницы биологии о том, что мы произошли от обезьян, меня не устраивал. Я говорил что-то вроде... Ну, не знаю, как насчет вас, Мария Семеновна, но я скорее произошел от Адама. Да и вообще, откуда тогда взялись обезьяны? Потом я изучал теорию большого взрыва, находил в ней кучу дыр, смотрел на другие теории, и все это такая чушь. Они все сводятся к тому, что все случайно. Ну вот так получилось, бум, бац, и образовалась жизнь. В общем, еще тогда я понял, что мы творение, что мы созданы кем-то большим, чем мы. Кем-то настолько умнее нас, что наш человеческий мозг этого никогда не поймет. Ему не хватит системных требований. Мы даже бесконечность не можем себе представить. Ну, знал и знал, но я ведь молодой, у меня куча амбиций, я столько хочу достичь, и это сделает меня счастливым. Я хочу стать футболистом, и я занимался этим 8 лет. Добился определенных успехов, играл за хорошую молодежную команду, за сборную нашего города, а потом бабах, и в важном матче стукаюсь головами о соперника, сотрясение головного мозга, проблемы с коленой чашечкой, и я выбываю на полгода. Потом я начал искать удовлетворение и славы в творчестве. Я много чем занимался, но больше всего увлекался танцами. Хип-хоп, брейк, татинг, вэйвинг, чего я только не пробовал, где мы только не выступали, даже в ночные клубы звали. Да, я чувствовал себя победителем. В то же время у меня было много друзей, причем совершенно разных. Я дружил с клубными мэнами, с гопниками, с ботаниками, с компьютерными гениями, с кем я только не дружил. Я хотел попробовать все, хотел испытать от жизни максимум. Я пил все, что можно, чуть ли не каждый день. Я курил, ведь это, ведь это очень круто и престижно. Я пробовал множество запрещенных веществ, пару раз чуть не отбросил коньки. Я гулял с девушками, я вел ту жизнь, которая, как я считал, даст мне максимум, чего я хочу. Знаете, что со мной стало через некоторое время? Я превратился в животное. Я не могу передать вам тех ужасных чувств, того опустошения. Я видел, как люди вокруг меня продолжают пить, наркоманить. Они гнались за временными удовольствиями и просто убивали себя. Тогда я сказал, что я не хочу быть таким. И я начал искать дальше. Я понял, что в этом мире все решают деньги. И я пошел учиться на моряка. Я год работал на судне и неплохо позарабатывал. На то время 40 тысяч в месяц были неплохие деньги. Тем более для молодого парня. Думаю, вот оно. Ну, наконец-то. Смысл в том, чтобы зарабатывать деньги и позволять себе все, чего я хочу. Но, к сожалению, я купил одну вещь. Потом другую. Потом третью. Чего мы еще хотим? Машину. Что потом? Квартиру. Ну, купили. А потом что? Ездить круглый год по курортам. А потом что? Машину получше. А потом квартиру получше. Да вы никогда не насытитесь. Вы можете хоть всей планетой овладеть. Вам все равно будет мало. Вы на другую планету полетите из-за жадности. И самый бесящий многих вопрос. Почему те люди, которые живут вчетвером, в однушке, кушающие только продукты по скидке, гораздо счастливее меня, имеющего столько всего? Что я делаю не так? Может быть, слава? Да, нужна слава, чтобы люди меня любили и говорили, какой я классный. Пойду на YouTube. Я и творчество люблю, самое оно. Тысячи подписчиков. Да, пять тысяч, десять, двадцать, сорок. Можно было бы и продолжать. Как же много мне пишут комментариев о том, какой я классный. Меня начали узнавать. Мне пишут, что меня любят. Но почему я чувствую себя одиноким? Почему мне это не доставляет удовольствия? Почему я знаю, что даже если у меня будет миллион, я все равно буду несчастным? Затем я потерял близкого человека. Я плакал и не понимал. Неужели это конец? Неужели я с ним больше никогда не увижусь? Почему жизнь такая короткая? Почему от меня ушли все друзья? Кто-то переехал в другие города, кто-то больше не имел общих интересов, кто-то остался в армии по контракту. Потом закончились отношения с девушкой, с которой мы были вместе четыре года. И вот сижу я. Что я сделал не так? Почему я такой несчастный? Я ведь попробовал все, что в этом мире есть. Не знаю ничего, чего я в какой-то степени бы не попробовал. Почему я такой одинокий? Почему все так? Неужели я был создан для этих страданий и после этого смерти? И все? Конец? И тут я посмотрел на свою маму. Человека, который был таким же, как и я. Она была типичной мамой, которая может сорваться и накричать на своего ребенка. Что ты знаешь? Если ты знаешь, почему ты это не сделала сама? Всегда в стрессах, агрессивная. Но когда-то давно она изменилась. Когда-то давно она пришла к Богу и стала совсем другой. Она стала единственным человеком, который действительно дарит мне всю любовь. И не только мне. Вся семья держалась и до сих пор держится на ней, когда все приходят, кричат, срывают на ней свое настроение. Она успокаивает. Она дарит любовь. Она действительно дарит истинную радость в сердце. И вы скажете, все мамы такие? Нет. Нет, не все. Моя не была такой. Я не могу вам передать этого словами. Я даже понятия не имею, как это рассказать. Ведь звучать это будет все равно не так, как это было на самом деле. Но я осознал, что только Бог может дать сил. Только Он может изменить человека. Любого. И ради того, чтобы я мог жить с Ним, в любви, Он принес себя в жертву. Ради меня. Абсолютно недостойного. Эгоистичного подонка, думающего только о том, как бы сделать себе хорошо. Я делал из себя Бога своей жизни. Я сам все могу. Я сам всего добьюсь. Мне никто не нужен. И чего я добился? Иллюзии своей важности. Богатство? Удовольствие для своего тела? Да мне только хуже от всего этого становилось. Господь, если ты есть, я прошу, помоги мне. Я ничего из себя не представляю. У меня ничего нет. Я не хочу так прожить эту жизнь и умереть, зная, что попаду в ад. Помоги мне. Я прихожу в церковь. В церковь, в которой любят Бога. Живого Бога. Там нет религии. Там никто не говорит тебе, во что ты должен быть одет, какие обряды проводить, на что сдавать деньги и так далее. Там говорят, что Он любит тебя и хочет, чтобы ты был с Ним. Там Он касается людских сердец. Люди чувствуют это. Люди плачут. Каются. Они осознают, в какой грязи они жили. И они осознают, что у Бога есть план на их жизнь. И у дьявола есть план на вашу жизнь. И Бог дал нам самое главное, из-за чего мы все и страдаем. Это свобода выбора. Только мы вольны решать, по какому плану мы хотим жить. По плану Господа? Или по плану этого мира? Третьего не дано. Ты либо с Богом, либо с дьяволом. Середины нет. Я сказал, что хватит. Я устал идти за тем, что предлагает мне этот мир. Я устал идти за толпой. Я не создан для этого. Я великое чудное творение. Я устал быть в грязи. Я покаялся. Я пришел домой и просил прощения за все, что делал. Я просил прощения за то, что чтобы искупить меня, Он шел на крест. Он узнает и прошлое, и будущее. И когда Он был на кресте, Он наперед знал, за кого умирает и кому дает возможность быть очищенными. Он видел наши лица. Если ты принял Его своим Господом, Он видел и твое лицо. Я был самый недостойный. Но Он не просто простил меня. Он начал мгновенно отвечать на мои вопросы. Он начал давать мне ответы. Он дал мне новых друзей лучше прежних. Он дал мне знать, что для меня приготовлена невеста, которая будет любить меня, и которую я даже не достоин. Он начал такие чудеса в моей жизни творить, что я уже просто не успею вам в этом видео рассказать. Оно и так уже получилось довольно длинным. Я расскажу вам об этом позже. Хотя сейчас с Богом у меня каждый день что-то происходит, поэтому я не уверен, что буду успевать рассказывать. Благо, у меня есть второй канал, на котором, я думаю, скоро начну что-то выкладывать. Но, к сожалению, на этом пора заканчивать. Я и малой части своей жизни не рассказал, но думаю, что теперь мы с вами знакомы чуть больше. И я хочу, чтобы вы тоже в комментарии написали что-нибудь о себе, чтобы мы познакомились чуть ближе, потому что я читаю все комментарии, и я очень буду рад с вами познакомиться. Ну а в следующем видео я расскажу, наконец-таки расскажу, кто такой Бог и что он для нас сделал. Это будет действительно очень важное видео. А сейчас я, наверное, отвечу на несколько комментариев из прошлого видео. Их там было так много, что я, наверное, и в следующих видео еще буду отвечать на комментарии с прошлого видео. Итак, дело твое, конечно, и никто не имеет права препятствовать, только не подавай дурной пример. Все бросить и забыть зрителям. Не тут-то было, бро. Все как раз-таки совсем наоборот. Все только начинается. Макс, благодаря тебе я выучил русский. Вова, брат, похоже из меня очень фиговый учитель русского языка. Ну а на этом все. Заговорили, заболтали меня, постараюсь в следующем видео делать покороче, а то за окном уже ночь. Надеюсь, в этом видео вы узнали что-то новое для себя, интересное, и воодушевились пойти помолиться. Спасибо Богу за то, что воодушевил меня на создание всего этого. И надеюсь увидеться с вами в следующем видео через неделю. Но, а с вами был Макс, и дальше будет круче, и всех вам благ. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok